Однажды Иисус, проходя мимо, увидел человека слепого от рождения. Ученики Его спросили, «Раби, почему этот человек родился слепым? Кто согрешил? Он сам или его родители?» «Нет, это не из-за его греха или греха его родителей», — ответил Иисус. «Это произошло для того, чтобы на нем были явлены Божьи дела. Пока еще день не кончился, мы должны совершать дела того, кто послал Меня. Наступает ночь, и тогда уже никто не сможет ничего делать. Пока Я в мире, Я свет миру». Сказав это, Иисус плюнул на землю, смешал слюну с землей и помазал ею глаза слепому. «А теперь пойди и умойся в пруду Силаам», — сказал он слепому. Силаам, значит, посланный. Слепой пошел, умылся и вернулся зрячим. Силы. Силы. Соседи его И те, кто раньше видели его, просящим милостыню, спрашивали, «Разве это не он сидел и просил милостыню?» Одни говорили, «Да, это он». Другие говорили, «Нет, он только похож на него». Исцеленный же сам говорил, «Это я». «Как же ты прозрел?» – спрашивали они. Он ответил, «Человек, которого зовут Иисусом, смешал грязь и помазал мои глаза. Потом он сказал мне пойти в село Амф и умыться. Я пошел, умылся и стал видеть. «Где он?» – спрашивали они его. «Я не знаю», – отвечал исцеленный. Человека, который раньше был слепым, привели к фарисеям, потому что Иисус смешал грязь и открыл ему глаза в субботу. Фарисеи тоже спросили его, как он обрел зрение. «Он помазал мои глаза грязью», – ответил исцеленный. «Я умылся и теперь вижу». Некоторые фарисеи стали говорить, «Человек этот не от Бога, потому что он не соблюдает субботу». Другие же спрашивали, «Как грешник может творить такие знамения?» Мнения разделились. Тогда они опять стали расспрашивать слепого, «Что ты сам можешь сказать о нем?» «Это ведь твои глаза он открыл?» Человек ответил, «Он пророк». Иудеи все еще не верили, что он был слеп и что обрел зрение, и поэтому позвали его родителей. «Это ваш сын?» – спросили они. «Это о нем вы говорите, что он родился слепым? Как же он может сейчас видеть?» «Мы знаем, что это наш сын», – ответили родители, «и мы знаем, что он родился слепым. А как он сейчас может видеть? И кто открыл его глаза, мы не знаем. Спросите его сами. Он уже совершеннолетний и может сам ответить за себя». Родители так ответили из боязни перед иудеями, так как те уже вынесли решение о том, что кто признает Иисуса Христом, тот будет отлучен от синагоги. Поэтому родители и сказали, «Он уже совершеннолетний, спросите его самого». Они во второй раз вызвали человека, который был слепым. «Воздай славу Богу», – сказали они. «Мы знаем, что этот человек грешник». Исцеленный ответил, «Грешник он или нет, я не знаю. Я знаю одно, что я был слеп, а сейчас вижу». Они спросили, «Что он с тобой сделал? Как он открыл твои глаза?» Он ответил, «Я уже говорил вам, а вы не слушали. Зачем вы хотите еще раз это услышать? Вы тоже хотите стать его учениками?» Они стали оскорблять его и сказали, «Сам ты его ученик. Мы ученики Моисея. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. А об этом человеке мы даже не знаем, откуда он». Исцеленный ответил, «Вот это-то и странно. Вы не знаете, откуда он, а он открыл мне глаза. Мы знаем, что Бог грешников не слушает. Он слушает только тех, кто чтит его и поступает под его воли. Ведь испокон веков никто не слышал, чтобы у рожденного слепым открылись глаза. Если бы этот человек не был от Бога, то он не смог бы сделать ничего такого». Они на это ответили, «Ты был рожден в грехах. Как ты смеешь нас учить?» И они выгнали его вон. Иисус, услышав о том, что фарисеи выгнали его вон, нашел его и спросил, «Ты веришь в Сына Человеческого? А кто он, Господин?» спросил Исцеленный. «Скажи мне, чтобы я в Него поверил». Иисус сказал, «Ты сейчас Его видишь. Он говорит с тобой». Тогда человек ответил, «Господи, я верю». И поклонился Иисусу. Иисус сказал, «Я пришел в этот мир для суда, чтобы слепые видели, а те, кто видят, стали слепыми». Фарисеи, которые были с ним, слышали это и спросили, «Что? Мы, значит, тоже слепы?» Иисус сказал, «Если бы вы были слепы, то греха не было бы на вас. Но так как вы заявляете, что видите, то грех ваш на вас остается». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова